Приветствую, друзья! Это гонки в Чингал. Это я после того, как приехал из Китая, где я готовил национальную сборную по парусному спорту, я потом нарисовал гонки в Чингал. Она висела у меня на кухне в центре защиты от стресса на Таганке много лет. Нет? Очень интересно. Мы же будем говорить несколько раз о том, как творческие подходы в жизни помогают нам быть здоровыми, помогают нам решать многие проблемы. И творчество – это, конечно, не петь и не танцевать, только и не рисовать картины. Творческий подход – это подходить к решению любой проблемы, любой задачи сложной, с поиском наиболее простого решения через призму общечеловеческих ценностей. Творческий подход. Так вот, я вам хочу сказать, что, например, моё искусство – это тест, как и всякое искусство, потому что каждый видит по-своему. Я вспоминаю с юмором один сайт, который, там был такой форум, это было лет десять назад, на этом форуме, ну, владелец этого сайта, я чистой врач, и поэтому я понял, что он просто нездоров, а так бы я ему, конечно, ну, ладно, на больных не обижается, посвятил весь форум того, как обругивать мои произведения, не только живописные, но вообще «Метод Ключ». Поразительно, поразительно, сколько там людей собралось, которые всё это ругали, «Метод Ключ», и там была моя картина, которую он выставил, одна из любимых моих картин, которую я посвятил моему другу Захарову Алёше, которому я подарил её потом, и он её с удовольствием принял, это было уже годы назад, и эта картина там была так поругана, в таком смысле, что внушил себе человек, что он гениальный художник, мазню всякую ставит, а это не я поставил, это он следит за всеми моими материалами и вытащил откуда-то из моего YouTube-канала, и себе там поставил, и давай поливать, и давай поливать, и там люди подключаются, и про «Метод Ключ» говорят, всякие плохие вещи, я читал, 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 прямо зачитался, но я не мог понять, чего он от меня хочет, ну, бывает такое, инстинкт самоутверждения человека, который ничего никогда в жизни не сделал, бывает такое, что и люди, которые, у них же и выписи не разбираются, ну, бывают такие, и поэтому им кажется, всё, что они видят, особенно если кто-то говорит о себе, что он хорошо рисует, это их сильно раздражает, это не здоровье, конечно, это не здоровье, мне бы очень хотелось, чтобы люди смотрели, не понимаешь ты что-то в чём-то, задай вопрос, потому что только почемучки становятся великими, а сразу вот так накидываться, я сейчас это говорю, специально, с умыслом, чтобы вы тоже посмотрели, и вы поймёте, почему у нас вокруг такое безобразие происходит, потому что люди ведомые, часто мыслят шаблонно, часто идут за тем, кто говорит уверенней, потому что инстинкт подражательства сильно развит, да и кругом поэтому безобразие происходит, удивляться тут нечем, и на этом сайте, который я потом назову, вы потом можете это увидеть, там, например, такое обругивание, при этом сайт там называется, ну глава эта называется на форуме чисто научные исследования, и там кто-то заходит, я там читаю и говорит, а вы-то сами кто? А там отвечают, ну там же написано научные исследования, ну типа того, как будто это аргумент, так вот послушайте, я с таким внутренним потрясением смотрел за этим, я считаю там, например, какой-то молодой человек написал, вы знаете, моя мама тоже в этот метод никогда не верила, но потом что-то случилось, она была вынуждена обратиться к методу ключ, и она там три месяца занималась, и у него прошло все то, что много лет было, я, говорит, я тоже не поверил, тоже стал заниматься, и у меня тоже многое чего прошло, стало все лучше, это он там, как бы защищаем этот ключ, пишет, и тут же ему там пишут те, которые это создали, а вы, может быть, очень внушаемые, пишут, может быть, вы легко поддаетесь вот таким внушениям, может быть, вы просто не вошли в тему хорошо, и у вас критики, может быть, мало в голове, ну типа такого чего-то пишут, и вдруг я смотрю, как этот молодой человек, который только сейчас приводил примеры своей маме, писал о ключе с восторгом, и вдруг он сник, да, сник и написал, ну вы извините, конечно, может быть, я не совсем разобрался, потому что я не такой грамотный, как вы, он им пишет, ну, ужас какой, их смотрю, как люди обламываются, как ломаются, и самое интересное, вот этот тон, такой, такой нетерпящий возражений, причем там, где ругают мне этот ключ, или, например, ну меня там ругают, что я такой самозванец там, или что я там какой-то такой вот, ну, ну их баню, я просто хочу сказать, что вдруг там появляются хорошие слова в защиту, и их банят, опять появляются хорошие слова, и их банят, вот это интересно, такое, одиозное отношение, и теперь кто-то там выкатил, графики, таблицы, откуда взяли из моих материалов, я не знаю, из каких-то статей, наушных журналов, ну, взял, кто-то и поставил, девушка какая-то, поставила, и она им пишет, вы знаете, у меня, говорит, ни за, ни против, просто вы посмотрите, ведь вы даже не упоминаете о том, что проведены такие-то исследования, такие-то исследования, да, что это наука утверждена, что это Минздравом СССР еще утверждена, она прямо пишет, да, еще год указывает, 87-й год, и тут ей отвечают, а вы знаете, Минздрав-то СССР, даже тот утвердил, даже тот утвердил, даже тот утвердил, теперь мы над всем этим можем посмеяться, и приводят разные примеры, когда действительно, может быть, какие-то вещи были утверждены, ну, короче говоря, речь идет о том, что когда идет такое настойчивый, такой, не принимающий никаких аргументов, постоянно гнущий свою линию, особенно молодые, которые все это смотрели, и самое интересное, про эту картину, которую я подарил Захарову, какая хорошая картина, она там выставлена в таком дурацком свете, и такое поругание, я вот подумал, ну, как может быть такое, я раньше думал, ну, как все обычные люди, я раньше думал, чтобы вот такие аргументы негативные делать, нужно в этом все-таки разбираться, потом я думал, что, ну, бывают дальтоники, не видят какого-то цвета, потом на вкус и цвет товарищей нету, ну, такой агрессивный, агрессивный, это говорит о том, что нездоровый. Вот вам один критерий. Мы, которые создаем науку человечности, которые хотим сократить кризисы и войны на планете, сохранить разум, разум и здравый смысл, чтобы люди были более здоровыми, счастливыми, чтобы они могли сотрудничать, дружить, вместе создавать будущее. Мы, в нашей школе, человек будущего, Homo futurus, конечно, для нас это немножко дико. Но я просто как врач, как психиатр, я же заканчиваю институт как психиатр, как философ, как психолог, как художник, литератор, потому что я писал и новеллы, книжки у меня написаны. Так вот, я хочу сказать, что находясь вот между дисциплинами, между дисциплинами, я хочу сказать, как очень сложно людям в наше время в условиях неопределенности иметь свое мнение, не поддающиеся никаким вот таким варварским, не поддающиеся никаким вот таким агрессивным, больным, настойчивым, психопатическим воздействием. Вот это очень важно, чтобы мы сохраняли разум, чтобы мы сохраняли здравый смысл, чтобы мы не поддавались манипуляциям, потому что на самом деле получается, что вот такие люди нездоровые, они быстрее объединяются. Ну, им проще, потому что там, ну, вы знаете, вот такое много раз было в разные эпохи, когда люди попадали в неопределенность, и появляются всякие эзотерические теории, и появляются разные лидеры мнений. Я помню мое время еще, когда телевидение, там был седьмой этаж, так называемый, и там были люди по образованию. Там мой друг, например, выступал, который вот говорил о новом подходе к обучению, там другой говорил о том, что о спорте, свои достижения. Я помню, что очень много молодых людей сразу встали на их защиту. Это и хорошо, хорошо, но самое главное, что они автоматически вставали на их защиту, не будучи еще в теме. То есть, вот кого ругали там, они тоже их защищали. Вы знаете, как это интересно? Это больше похоже на рефлекторное поведение людей. Так вот, чтобы быть человеком, а не просто, условно говоря, рефлексом. Поэтому мы проводим разные встречи. Я показываю свои картины, о книгах своих говорю. Я говорю о том, что я этим всем занимаюсь. Я хочу привлечь молодых людей, которые должны понять, что самое главное в жизни сохранять способность мечтать, сохранять способность быть отзывчивым, способность быть добрым, потому что доброта спасет мир. Да, супереживание, любовь, способность к созиданию. И кто бы вам не говорил, что бы вам не говорили, если вы занимаетесь любимым делом, а это очень важно, заниматься любимым делом, потому что все хорошо, что сделано с любовью. И вот интересно, что когда ты занимаешься делом с любовью, то есть своим делом, когда ты занимаешься, у тебя меньше затрачивается энергии, потому что ты находишься в тренде своем, где твои таланты соответствуют твоей деятельности. Поэтому во многих писаниях везде говорится найти свое место под солнцем. Это как раз таки жить в соответствии со своим природным предназначением. да, и чтобы оно в глубине было, конечно, не деформированным, а добрым, потому что люди все по своей природе исходно. Они хорошие, они добрые, они отзывчивые. Нам это надо взять за критерий, что нормальный человек – это человек хороший, это человек сопереживающий. А почему это больше развито у женщин? Потому что женщины они хранительницы мира, хранительницы очага, они полезное берут. Им не важно, кто это придумал, в каком году, они не будут спорить, кто первый это изобрел, кто второй изобрел. Им нужна польза, потому что они сохраняют нас, они сохраняют людей, а не берегини наши. А мужчины, как правило, они вот у кого лучше, у кого больше, у кого высшего, они немножко агрессивнее. Так вот, чтобы эта агрессия вливалась в творчество, в созидание, в создание чего-то нового, что поможет сократить кризисы и войны на планете. Потому что дальше нельзя. так дальше нельзя обмениваться только ударами, заниматься только конкуренцией, самоутверждаться. Это же такой уровень, такой низкий уровень. А надо как раз таки расти, развиваться, совершенствоваться. Это возможно. Это возможно. Характер ты свой не изменишь. Это естественно. себя ты не изменишь, потому что ты такой родился. Ну что тут сделать? Но ты можешь свои ресурсы больше реализовать. И независимо от того, что кто-то говорит, кому это нужно, отверть в себя. Отверть в свои возможности. Ты ищи, ты задавай вопросы. Вот завтра, например, или уже сегодня поутру в час дня по Москве 23 октября мы с Алексеем, который инициатор такого бесплатного ликбеза, будем проводить ликбез. Заходите ко мне на YouTube канал. Мы еще объявления там бросим дополнительно. И там будет брошен Zoom, когда будет открытая трансляция. Будет посвящено проблеме тревожности в наше время, в наши дни, когда мы все в неопределенности с ожиданием негативного возможного исхода ситуации. И нам всем нужна сила. Нам нужна крепкая вера в собственные возможности. А они у нас есть. Это не то, что писали на этом сайте в этой дискуссии на форуме смешное писали тогда. Как это может быть, что какими-то хлопками можно решить какие-то проблемы? Вот я это читал, о чем я говорил вначале, и удивлялся. Это я удивлялся, потому что надо же быть до такой степени, извините, безмозглым. Что значит хлопками? А физкультура обычная физкультура миллионам людей помогает. А йога в Индии спасла миллионы людей, которые не имели деньги на лекарства в свое время. Да, конечно, физкультура, а мы будем говорить о синхрогимнастике, это физкультура, только там действия, вы подбираете себе сами, это ваша личная физкультура, ваша личная физкультура, потому что вы подбираете действия синхронные вашему личному состоянию в момент их применения. И оказалось, когда действия совпадают с состоянием, снимается стресс, открывается разум и происходит исцеление. Да, друзья, давайте приходите, посмотрите, задайте вопросы, и вы увидите, что такое синхрогимнастика по методу ключ. Это физкультура 21 века. До встречи!